Война. День 134. Ситуация на фронтах. Альянс Свободы. Украинские военные начали обучение Великобритании. Первая группа украинских военных уже прибыла в Британию. Военнослужащие ЗСУ будут проходить обучение на полигонах под руководством опытных британских военных инструкторов. Правительство Великобритании выделило 2,3 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи, что включает в себя программу подготовки. Курс подготовки будет длиться несколько недель и состоять из обучения навыкам владения оружием, оказания первой помощи на поле боя, освоения техники и тактики сражения. Восток. Российская армия дистанционно заминировала окрестности Шестакова и Примоги, что может свидетельствовать о том, что наступать там они не планируют и даже опасаются наступления украинских сил. Обстрелы окрестностей Харькова продолжаются. В свою очередь сообщается о уничтожении российского пограничника в Белгородской области и еще ранении троих с помощью квадрокоптера. Кто управлял коптером, неизвестно. Из Белгорода продолжают запускать ракеты. Причем все больше странных происшествий с ними происходит. То ракета попадает в дом, то сразу у нескольких ракет происходит отказ. Пока непонятно, то ли это сознательный саботаж, то ли запасы исправных образцов исчерпались. В районе Изюма сообщается об стрелах, но без попыток штурма. Бои продолжаются за Белогоровку и Верхнекаменское, а село Спорное остается спорным. Углегорская ТЭС остается под контролем Украины. Ожесточенные бои идут на Вологанском. Там российские войска зашли в город, а также атакуют Семикорье и Кадему. Продолжается уничтожение российских складов с боеприпасами на оккупированных территориях. За последние 9 дней было уничтожено 11 таких складов, а сегодня сообщается о продолжающихся разрывах боеприпасов в Донецке, а также пожар на нефтебазе. Возле Новобогдановки Запорожской области был уничтожен путепровод, но о каких-либо продвижениях неизвестно. Юг. Появились фото установки украинских флагов на острове Змейный, на что оперативно отреагировали в Минобороны РФ. Заявили, что нанесли авиаудар по острову и уничтожили часть украинских военных, участвующих в установке флага. Кадров этого Минобороны РФ не предоставил. Но зачем? Ведь все им и так верят на слово. Более того, никто не сомневается в их уничтожении двух звездных разрушителей с помощью самолета Су-57 и танка Арматы. Николаев продолжает обстреливать. В свою очередь сообщается о взрывах склада боеприпасов возле вокзала в Херсоне. Россияне стягивают силы на севере Херсонской области, дабы отвоевать утраченные позиции на прошлой неделе. Но о каких-либо их успехах в этом неизвестно. Спасибо за просмотр. Не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями, подпиской и колокольчиком.